Как мы вчера сообщали, по подозрению в получении взятки был задержан Геннадий Потапенко, начальник управления по ремонту многоквартирных домов Фонда капитального ремонта Нижегородской области. Как выяснилось, сегодня Геннадий Потапенко, по версии следствия, требовал с подрядчика, выполнявшего ремонт дома в Держинске, деньги за то, чтобы ему оплатили выполненные работы. Вчера до позднего вечера задержанному избирали меру пресечения, а потом вдруг он неожиданно вышел из здания суда. Какое решение суда о мере пресечения? По версии следствия, подозреваемый в 2018 году, используя свое служебное положение, незаконно требовал с руководителей строительных организаций, заключивших подрядные договора на выполнение работ по капитальному ремонту жилых многоквартирных домов в городе Держинске Нижегородской области денежные средства за перечисление авансового и окончательного платежей по указанным договорам. В качестве коммерческого подкупа он получил от одного из подрядчиков 200 тысяч рублей путем перевода денежных средств на банковскую карту. 16 октября 2018 года в вечернее время в одном из кафе, расположенном в торгово-развлекательном центре в Канавинском районе города Нижний Новгород, подозреваемый через посредника получил 125 тысяч рублей, часть из заговоренной ранее суммы коммерческого подкупа от другого подрядчика. Моему подзащитному предъявлено обвинение по двум эпизодам преступления, предусмотренного частью 7 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это коммерческий подкуп. Вину он не признает по обоим эпизодам преступлений. Суд нашел основания для удовлетворения ходатайства защиты по избранию меры пресечения в виде домашнего ареста для моего подзащитного. Что же такого происходит в Держинске, что подрядчики, по версии следствия, подкупают начальника управления фонда капитального ремонта? По программе капремонтов Держинске сейчас ремонтируют несколько десятков домов. Мы поехали в один из них, на улице Циолковского. Оказалось, что сроки сорваны, а качество работ не выдерживает никакой критики. Вот, вот, все заделываем тряпками. Вот, смотрите, вот. Если не заделываем, то вообще все, и камни летят, и все на свете. Вот как все разворотили, у Анны хоть вот сейчас другу за... А там вот до сих пор мы с людьми переговариваться можем. Они вон тряпками заткнули. Денина! Да, Танюш? Выбирайся за детьми в саде. Сейчас пойдем, сейчас. Сейчас Руслану разбужу, пойдем. Вот связь с соседями у нас такая. У нас даже в туалет можно зайти, и связь тоже сам будет. А замазать не надо. Они, наверное, ждут, когда мы сами замажем. По программе капремонта. У нас, значит, меняли... У меня стояли трубы, должен быть кранник. Батарея вот эта вот отапливается, а вот это место все низ, холодное. У меня стояли краны. Я говорю, вы зачем их срезали? Так положено. Они, во-первых, все лет дурака валяли. Нас четвертый, пятый этаж, то и дело проливало. То и дело. Ну, здесь, посмотрите, здесь все, все, все. Вот все, все отошло уже, все. Вот начали делать крышу. Крыша была открытая. Начались ливни, дожди. И крыша стояла. Покрыли простой пленкой, в которой колбаску или что-то хлебушек вот заворачиваем, покушать берем. Так делают подрядчики. То нет материала, то у них нет рабочей. Бегаем за ними, как хвостики. Начинаем с, кто крышу кроет. Это не мы, это не наше дело. К другим обращаемся, это не наше дело. И здесь сменилось уже пять бригад. Ребята, вы когда нам крышу сделаете? Что? Когда крыша будет готова? Да, я думаю, у нас еще не готова, помните? На следующей неделе будет готова, сказали. Но мы им уже никому не верим. Никому. Хороший сделанный дом капитального ремонта, естественно. Взятки брать не будут. Давать и не будут брать, правильно? Я так считаю. А можете пояснить, почему сроки ремонта затягиваются? Да, правда. Скажите, пожалуйста, почему сроки по ремонту дома затягиваются? Не знаю. А много здесь вообще рабочих занято? Я не знаю, я не работаю здесь. Представитель подрядной организации, которая ведет ремонт этого дома, какую-либо связь с начальником управления по ремонту многоквартирных домов Фонда капитального ремонта Нижегородской области отрицает. Ремонт выполняется, у нас есть задержка по срокам. Я его лично даже в глаза ни разу не видел. То есть с Геннадием Потапенко вы не знакомы? Ну, если бы я дал взятку, я бы, наверное, здесь не сидел. Поэтому я об этом ничего не знаю. По моей информации, значит, было разыграно 3 или 4 конкурса в этом году. Я только один выиграл. В Фонде капитального ремонта относительно произошедшего по-прежнему комментариев не дают. Лишь подчеркивают, что в момент получения денег Геннадий Потапенко находился в отпуске. Что касается расследования, то в Фонде капремонта обещают оказать следствию всяческую поддержку. Субтитры создавал DimaTorzok